Возглавить администрацию поселения – большая ответственность. Ведь поселенческий глава – это не просто чиновник, это человек, который должен знать и понимать проблемы территории, заниматься бюджетными вопросами и всегда работать в тесной связке с населением. Только такое взаимодействие позволяет населенным пунктам развиваться. При Кубанском сельском поселении на днях прошла торжественная церемония вступления в должность избранного главы. Кандидатура Валерия Яценко, которую за время работы в районной администрации зарекомендовал себя хорошим специалистом и грамотным управленцем, была внесена в список кандидатов на пост главы Прикубанского на досрочных выборах, которые состоялись 27 марта 2018 года. В ходе досрочных выборов главы поселения 85% проголосовавших отметили в бюллетене именно и его фамилию. На днях в сельском доме культуры поселения прошла торжественная церемония инаугурации избранного главы. Традиционно это событие проходит в рамках проведения открытой сессии депутатов местного совета. Председатель территориальной избирательной комиссии «Славянская» Анатолий Чумаков доложил об итогах прошедших выборов и отметил, что комиссия считает их состоявшимися. Потому Валерия Яценко можно поздравить с победой на выборах. В подтверждение этому Валерий Евгеньевич Яценко получил удостоверение главы поселения, а также произнёс слова клятвы. Я, Яценко Валерий Евгеньевич, вступая в должность главы Прикубанского сельского поселения, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Прикубанского сельского поселения, уважать, охранять и защищать интересы жителей сельского поселения. При невыполнении взятых на себя обязательств готов нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Спасибо. Поддержать вновь избранного коллегу приехали главы поселений района, представители районной администрации, депутаты и жители Прикубанского духовенства. Помощник депутата законодательного собрания края Виктора Чернявского от его имени зачитала приветственный адрес. Валерий Яценко, в свою очередь, поблагодарил собравшихся за поддержку и выразил уверенность, что согласованная совместная работа всех уровней власти и населения позволит Прикубанскому поселению продолжать идти по взятому прежде вектору развития.